что может произойти если отчаянники никто не вспомнит вся вода выкипит а куда денется испарится вещества в природе не исчезают они только изменяют свое состояние одно из таких явлений круговорот воды в природе движущая сила круговорота тепло получаемое солнце это солнце заставляет извечно путешествовать воду а вода в природе повсюду в реках и озерах морях и океанах капельки росы на траве вода легкие облака над головой тоже вода а стоит температуре подняться выше нуля снег и лед тут же превратятся в воду растают такое явление в природе мы наблюдали ни раз но только с помощью кино можно увидеть как вода испаряется из почвы и из жидкого состояния переходит в газообразное это водяной пар он поднимается вверх вы знаете чем выше дальше от поверхности земли тем холоднее здесь температура воздуха значительно ниже нуля из мельчайших частичек пара образуются снежинки они тяжелеют опускаются и выпадают в виде снега дождя или град часть воды просочится сквозь почву дойдет до водоупорного слоя до глины а потом снова может выйти на поверхность уже в виде родника возникает ручеёк ручьи сливаются друг с другом становятся полноводными реками реки несут прозрачную воду ручьёв по озёра моря океаны вот почему так важно бережно относиться к воде сохранять ее чистоту совершая свой извечный круговорот вода снова возвращается к нам с помощью мультипликации проследим еще раз путь воды в природе обратите внимание вода испаряется из поверхности водоема из поверхности суши образуются тучи ветер погнал тучи прочь и дождь выпал далеко от того места откуда в виде частичек пара отправилась в путешествие вода вот она снова оказалась под землей а потом на поверхности но совсем в другом месте путешествие продолжается вода снова превращается в пар и все повторяется заново он снова поднимается к облакам это вечное движение и называют круговоротом воды в природе а теперь подумайте что происходило бы на если бы ветер не перегонял облака